Литературный квартирник Становится модным быть вовлеченным в культуру, вовлеченным в какой-то рост, в искусство. Литературный квартирник каждым гостям воспринимается по-своему. Для одних это возможность познакомиться с поэтическим творчеством современников, а для некоторых возможность самовыразиться. Люди вдохновляются, приходят, декламируют, слушают других. Сегодня слушаем Олега Груза. На мой взгляд, один из самых подающих надежд поэтов России – это не просто поэт, это режиссер. Очень плодовитый, интересный. Для меня лично он как в Маяковских наших дней, который очень легко играет со словами. Он их скручивает, переворачивает, переделывает. И настолько ловко, что в итоге рождается что-то новое. Я почитала его стихи и, надеюсь, получу много эмоций, услышав живое его исполнение. Потому что это все-таки другая энергетика, когда поэт читает свои стихотворения. Я же не просто иду на этот квартирник, я готовлюсь. Я читаю стихи автора, узнаю его. Не могу сказать, что всякий раз мое мнение до квартирника и после совпадает. Поэт Олег Груз родом из Ростова. В Москве живет уже 12 лет. В настоящее время он является резидентом творческого объединения «Газгольдер», а стихами стал увлекаться еще в юности. Лет 14-15 я что-то написал, просто для себя. Потом начал баловаться просто, что с друзьями поразвлекаться. Ну, а в 23 где-то, может быть, я там пришел. Ну, да, я поэт. У меня это получается, мне об этом говорят уже уважаемые люди. И надо спокойно заниматься тогда этим. Много обстоятельств, много жизней ситуаций, когда приходится работать не только над стихами. Я там по образованию режиссер. Когда ты написал программу, оставить-то ее самому надо. Потом какое-то время не пишешь стихи, а занимаешься постановкой. Сейчас вот у нас завершены съемки фильма. По моим стихам там 54 персонажа говорят стихами. Станет ли Олег Груз любимым поэтом челябинцев, покажет время. Но то, что симпатия автора и аудитории возникла, факт неоспоримый. Кроме того, за этот вечер красивые люди нашего города хоть немного, но стали богаче духовно, что, конечно, не может не радовать. Субтитры создавал DimaTorzok